Ти уявляйте, як уявляйте выборы без Лукашенко? Сомнительно. Ну, сомнительно, потому что никто никак себя не проявил, кроме него. Поэтому, а чтобы проявить надо какое-то время, которого уже нет. Не умовляю, Ти як по-белорусски. Ти уявляйте, як уявляю. Это кандидатура, которая существует, будет по жизни. Ну, почему нет? Почему нет? Я думаю, он сам согласится, где-то подойдет время, и он согласится сам с этим. Я думаю, что невозможно. Какие, я не очень понимаю. Для этого, наверное, нужно проявиться больше остальным людям. Взять за ответственность за то, что они хотят быть президентом. Люди уже немножечко отвыкли от того, что у них есть, ну, как бы, может быть, что-то другое. Поэтому люди будут вообще немножечко в шоке, я имею в виду. По этому поводу. Это первый раз, когда я буду голосовать. Ну, я ни разу не башу, как выборы проходили без Александра Руковлевича Лукашенко. Он стал президентом еще до моего нарожения. Почему выборы без Лукашенко? Я как-то даже не рассматриваю. Ну, он не будет когда-то там, да. Ну, не знаю даже, что вам сказать по этому вопросу. Не знаю, что вам ответить. Не уявляйте? Нет. Знаете, мне все равно, кто президент. Главное, чтобы войны у нас не было, как на Украине. А остальное, мир есть. Нам достаточно и мира. Ну, были еще ранние выборы. До него были выборы и по всему будущему. Не все, что стоят. Некогда же и за Машерова голосовали, и за Шушкевича. Некогда же это будет. Некогда же это будет, что некая змена должна быть. Но я думаю, что все люди скаржятся, что не могут его зарплату тримать. Такого не будет. Ну, просто не дадут. Тут у нас. Ну, человек не вечный. У всех людей не вечные. А, ну, тогда, я думаю, нам путь в Европу. Только так. С ним, потому что этого не получится. Продолжение следует...